В Национальной палате предпринимателя Томикен предложил ей алгоритм, по которому мониторинговые группы уже с 1 сентября начнут проверять работодателей на предмет вакцинации сотрудников. В первую очередь инспекция нагрянет в офисы компаний, где работают свыше 50 сотрудников. Как наладят эту работу и готовы ли объекты из сферы обслуживания к проверкам, узнавала Зарина Беремкул. До начала проверок организаций, сотрудники которых должны быть привиты от коронавируса, остается меньше недели, а четкого плана до сих пор нет. Пока в НПП предложили выстроить следующий алгоритм. Для начала определить группу организаций, которые будут проверять в первую очередь, по принципу от большего к меньшему, то есть чем больше число сотрудников и ниже процент вакцинированных. Среди них есть и объекты торговли, ТРЦ, школы, акционерные общества, банки. Для начала мы берем предприятия, организации, которые имеют количество сотрудников более 50, и где процент вакцинации, менее 60 процентов. Мы вот с этой базы выгрузку вот утром мы получили, у нас получилось где-то порядка 2300 организаций и предприятий, которые в первую очередь должны быть подвергнуты рейдам мониторинговых групп. После те же мониторинговые группы, которые сейчас проводят рейды по пяти пунктам, в том числе времени работы и числу посетителей, будут выезжать на места по будням и получать от администрации необходимые документы, то есть паспорта вакцинации, ПЦР и медотводы. Проверяющие выборочно сделают сверку некоторых документов работников, скольки именно, пока не утверждено. При выявлении несоответствия санэпис-службой выдадут предупреждение, а при повторном нарушении работодателя могут оштрафовать как юрлицо на сумму от 670 тысяч тенге. Рестораторы, услышав новый алгоритм, недовольны очередными проверками. Основательница сети ресторанов Гульбану Майгарина рассказывает, что уже в июле почти все ее сотрудники получили паспорта вакцинации. Но вот спустя месяц произошла очередная текучка кадров и полностью вакцинированы пока 60%. К тому же семь работников, привитых первым компонентом, не получили зеленого статуса ваших на три недели. Значит, есть проблемы с базой, считает предпринимательница. Вводя новые ограничения, это возможность искать новые пути, как это обойти, потому что сложно будет работать, нужно все время. Персонала категорически, хронически не хватает абсолютно у всех. У всех кадровый голод бешеный. К этому нам еще дали дополнительные требования, что мы должны брать только вакцинированных. Но я считаю, что не общепит должен заниматься агитацией вакцинации населения. У нас есть целое министерство информации. Предложенная система проверок пока получила одобрение госорганов, но окончательный алгоритм утвердят только на заседании межведомственной комиссии. К тому же должно выйти новое постановление санврача и другие акты, регламентирующие новые рейды. Вероятно, это случится не раньше следующей недели. Зарина Беремкулах, Медяр Ильясов, Информбюро, Нурсултан.